Ключи для новоселов в Муромском районе сданы в эксплуатацию новый 24-х квартирный дом. Сегодня в поселке Зименки на торжественной церемонии разрезания красной ленточки побывала наша съемочная группа. Веселое настроение, улыбки на лицах, ощущение одного на всех большого праздника. В ожидании заветных ключей от новых квартир друг с другом знакомятся будущие соседи. Жители поселка Зименки, села Панфилово, деревни Межище, Мордвиново и других населенных пунктов Квардитского сельского поселения. Ключи от квартиры номер 6 вручаются Фадееву Ивану Сергеевичу. Почти 4 года очередь на получение жилья социального найма в Муромском районе стояла на месте. И вот такое долгожданное событие. Программа обеспечения доступным и комфортным жильем жителей страны, в частности Владимирской области, состоит на контроле у президента нашего Российской Федерации Владимирской области и, в первую очередь, у нашего губернатора. Благодаря ее стараниям здесь появился этот дом. В области уже за эти годы построено более 60 домов. Где-то полторы тысячи людей получили свои благоустроенные квартиры. Многодетные и малообеспеченные. Семьи, которые переедут в новостройку по внеочередному списку, это погорельцы и те, кого администрация Муромского района переселит из ветхого жилья. Счастливая история сегодняшнего новоселья началась с семьи Каляшиных, которая побывала на приеме по личным вопросам у губернатора. Светлана Орлова обещала помочь со строительством жилья для очередников в Муромском районе. Сегодня многодетная семья из Панфилово, в которой воспитывается 10 детей, один из которых с ограниченными возможностями, получает сразу две квартиры. Дети есть, которые учатся, которые пока еще не учатся. Дети, которые уже отучились, имеют свои семьи. Один внук у нас, хорошие квартиры. Вроде бы в строительстве немножко разбираемся, смотрим, что хорошо сделано. Доступное и комфортное жилье стало возможным для 130 жителей района. Жили мы в Пестенькине с мамой, с папой. Условия у нас были хорошие, но домик маленький. Стояли мы на очередь долго очень. Ну, потихоньку очередь продвигалась. Вот сейчас мы в зименках получили квартиру. Всем спасибо. Опять детишек у меня. Радость счастливая. Боженка помог. Индивидуальное отопление, горячее водоснабжение, газовые плиты на каждой кухне, новая сантехника, оборудование подъездов. Строительство трехэтажного дома шло с марта по декабрь 2017 года. В качестве подрядчика выступала уже проверенная на деле компания ООО «Град» города Вязеньки. Мы пошли по пути, как бы не, скажем так, строительства многоквартирного дома, а по пути покупки квартир. Значит, процент софинансирования это где-то 85 на 15. 29,5 миллионов – это деньги областного бюджета, и 5,5 миллионов – это деньги кавардинского сельского поселения. Поэтому, скажем, этот процент для нас, он приемлем. Это, скажем, все-таки небольшая такая затратная часть. И огромное спасибо губернатору и администрации Владимирской области за то, что мы смогли как бы приобрести данные квартиры и обеспечить именно Василу. В ближайших планах администрации Муромского района запустить строительство еще двух многоквартирных домов. Это позволит полностью обеспечить потребности чередников получения жилья социального найма. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости Муром.